Всем привет! Вы смотрите Geeksputnik.tv Мы находимся сейчас в очень красивых офисах Mail.ru Мы здесь гуляли вместе с Владом, нам очень понравилось, я здесь первый раз Да, я тоже первый раз Очень крутой офис, мы еще все смотрим, но мы решили присесть Пока есть солнце, здесь отличный вид на Москву И мы решили записать небольшой эпизод Во-первых, у нас есть хорошая новость Влад, который вам знаком уже из многих разных проектов Включая Russian Geek Show Поэтому Влад сейчас со всеми своими знаниями И со всеми своими профессиональными навыками присоединяется к Geeksputnik Мы очень рады, что теперь у нас будет человек, который может нормально рассказывать на русском языке Это уже плюс Поэтому, Влад, приятно, что ты к нам присоединился Да, очень приятно Да, и поскольку ты здесь с нами Хотелось бы немножко, как говорится, на английском poke your brain Потыкать твои мозги А я знаю, что одна из вещей, которой ты занимаешься Ты делаешь обзоры, скажем так, не мейнстримовских гаджетов Те, которые попадают в достаточно бюджетный сегмент И фактически доступны каждому И их проще всего приобрести в плане цены Но я не делаю, что называется, обзоры китайских устройств А именно те, которые в соотношении цена-качество находятся на золотой середине Да, хотя сейчас очень трудно точно разобраться, что такое китайские вещи Потому что включая айфоны, делают тоже все в Китае Под китайскими вещами здесь надо понимать такие ноунейлэйлы Или очень-очень такие маленькие, которые известны только в Китае И делаются фактически на задворках ближайшего дома в Китае Или же те, которые фактически не имеют никакого значения Такие все равно в ресурсах на рынке есть Или ты не можешь их имя произнести Такое тоже бывает Как на АСС, компания Huawei стоит и со всеми кричит вместе имя Чтобы люди повторяли, потому что никто не знает, как произносить эту компанию Ну вот давай, смотри, тогда давай перейдем к этому Мне это очень самоинтересно Сейчас у нас скоро праздники начинаются Тот момент, когда люди покупают подарки Когда люди задумываются, может быть, что-то купить сами себе И очень часто поднимается такой вопрос, что вот качество и цена Поскольку сейчас даже, скажем, те же китайцы очень многие вещи научились делать достаточно в хорошем качестве И тебе получается, что, если честно, переплачивать за высокий бренд не всегда имеет смысл На выходе ты получаешь то же самое Да, да, опять же, знаешь, я всегда говорю так, что ты должен для себя решить, насколько качество тебе важно Потому что иногда бывает, что переплачивать, я не знаю, за какой-либо телефон или за какую-нибудь сумочку в два раза больше Когда, естественно, качество ты в два раза больше не получаешь Поэтому, опять же, все зависит от человека Давай поговорим, может быть, начнем с такого То есть это не имеет стрим-девайс, который не у всех, но очень многим пользуются Это читалки То есть у нас есть, конечно, вот эти вот эталоны рынка Это у тебя есть Kindle, 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 Nuke и еще что-то Kindle, Pocketbook, который очень популярен в России Но они имеют достаточно специфичный ценник Kindle, он достаточно дешевый, там есть большой выбор моделек Но они недоступны официально в России И неудобны для русского рынка, например Да, то есть они не так хорошо интегрированы И нет поддержки тех форматов, которые у нас актуальны Причем актуальны даже в плане учебы Тот же формат дежавю читается не всегда Есть варианты, которые мы это читаем Можно сделать альтернативную прошивку Мы понимаем, что прошить гаджет Это сменить ПО основной системы Это сможет далеко не каждый человек И это все-таки сложновато Поэтому есть альтернатива Ну, давай поговорим тогда Вот смотри, давай выберем, может быть, из всего то, что ты видел Давай выберем один из этих девайсов, который тебе больше всего понравился И опять же, нам здесь важно как бы возможности, качество плюс цена То есть опять же, не самые топовые, которые тебе больше всего понравился, но он стоит нереально При этом не самый дешевый, который некачественный Вот давай поговорим об этом Окей, у нас сейчас на российском рынке есть замечательная компания Onyxbooks Они представляют ридеры, они не так хорошо известны, но очень так хорошо стартовали по количеству пробных устройств Оно постоянно растет, это не агрессивная реклама, ничего в таком роде У нас эти устройства оказались чуть лучше, чем у конкурентов Ценек там есть разный, то есть это от бюджетных устройств, которые, в принципе, качественно справляются со всем, но в понятном причине Какой-то функционал меньше, может быть, меньше поддержка формата или размер самого дисплея И они стоят дешевле Есть более топовые варианты и, соответственно, они стоят больше Но это золотая середина по функционалу, цене и качеству по одной простой причине Там в качестве операционной системы установлен Android с поддержкой Google Play Хотя там Ink-экран, то есть электронные чернила И ты получаешь доступ к любому магазину книг, которые есть под Android Ты скачиваешь просто приложение под Google Play, экран сенсорный, то есть ты вводишь логин-пароль, скачиваешь его и получаешь всю библиотеку С учетом, что эти приложения еще и поддерживают зачастливые экраны Вот, я хочу сейчас по этому-ка раз поводу спросить Я покупал, я точно не помню, как называлась компания, она у нас продается в BestBuy Там была идея в том, что народ научился их хакать и ставил на них Nexus операционку на это Но все это очень коляво работало, насколько здесь это... Нет, здесь ребята очень так чепетильно подходят к качеству, то есть именно так То есть качество превыше всего, это работает очень быстро Ну, опять, это зависит от модели, но это процессоры, которые хорошо справляются с Android 2.3 И все оптимизировано ровно до того, чтобы у тебя моментально все открывалось, не тормозило И ты получал максимальное удовольствие от использования гаджета и того функционала, который, по сути, предоставляет сам Android Полноценная операционная система мобильная, а не какие-то ограничивающие элементы, которые стоят в куче других устройствах И это действительно раскрывает, то есть первые модели, которые я щупал, они очень сильно отличались от того, что представлено, по сути, на рынке Ибо я мог выбрать два-три магазина электронных книг, залогиниться там, скачать приложение, залогиниться и получить доступ к своей библиотеке, которая у меня уже присутствовала То есть это вся красота, да? Что ты можешь сам привязать туда тот магазин, который ты хочешь? Да, именно, то есть ты не завязан на магазин производителя, как в случае с самого рода Ты не завязан на какой-то сторонник, который тебе все-таки навязывает производителей, кто не сейчас этот контракт А ты можешь реально выбрать любой То есть если ты пользовался до этого книгами в том же Google Play, ты можешь просто оттуда скачать приложение и читать книги Если ты пользовался любым другим, опять-таки ты скачешь и получаешь доступ к своей библиотеке А цены, о которых мы говорим, примерно? Цены, ну, в принципе, это вот 100 долларов и выше Понятно То есть это вполне приемлемо для подобного уровня гаджета, который позволяет как раз не только сэкономить, но все-таки получить то качество, которым приятно пользоваться и ничего не тормозить Отлично, значит, здесь мы разобрались, читалка у нас уже есть Я надеюсь, что все записали Мы переходим на следующий девайс, который, конечно, mainstream девайс, он сейчас есть у всех Телефон Да, ну, не телефон, а смартфон Умный телефон, да, да, да Умный телефон, да Хорошо, смотри, у нас есть, конечно, те герои, которых мы уже все знаем Это у нас Apple, Samsung, Sony, все подряд Да Но ты хочешь, опять же, здесь чтобы качество Да, и плюс цена То есть, максимум за минимум Максимум за минимум сейчас на рынке не так легко получить, как кажется Окей, у нас тоже есть там Nexus, который прекрасный смартфон, тот же Nexus 5, сейчас анонсирован Nexus 6 Но Nexus 6 уже выпадает из сегмента относительно бюджетных Он приравнялся по ценам к флагманам, но это, будем говорить так, именно такой брендированный аппарат от самого производителя Посмотрим еще дешевле, еще глубже Не так давно молодая китайская компания OnePlus, то есть OnePlus One, если по-русски Они представили смартфон, который начинается ценник от 300 долларов 300-350, за 300 мы получаем вариацию на штатский гигабайт, 350 мы получаем версию на 64 гигабайта При этом внутри установлены настоящие флагманские характеристики Вы можете просто посмотреть любой обзор фактически этого смартфона И отзывы, что у нас, что у западных журналистов абсолютно восторжены Там 13-мегапиксельная камера, 4-х ядерный Snapdragon 801 Процессор, который фактически является одним из самых последних решений от Qualcomm Там 3 гигабайта оперативной памяти Да, там нет слота для карточек памяти в микроизне, что будет на данном пользователе Но там поддерживаются OTG кабели И можно подключить любую внешнюю флешку, например, USB И, соответственно, перекинуть все данные Но, опять, 64 гигабайта за 350 долларов Это очень хороший ценник для того, чтобы получить экран 5,5 дюймов Это самое главное Мы всегда смотрим, в первую очередь, у смартфона на дисплее И там Full HD-матреца 401 ppi Плотность пикселей, если я не ошибаюсь Ну, то есть это действительно флагманские характеристики Это отличная сборка Это просто невероятной красоты коробка Потому что, опять, да, есть замечательная поговорка И в случае с OnePlus One это именно тот случай То есть мы открываем коробку, она красивая Там все уложено Красиво закрученный кабель Да, то есть это очень стильная штука Там есть два варианта, как я понимаю Там два варианта, да Две модели белые на 16 гигабайт за 300 долларов И второй вариант на 350 долларов на 64 гигабайт Причем сейчас они официально запускают продажи в России Да, вот это все Теперь не нужны будут так называемые тикеты То есть билеты, купоны Для того, чтобы приобрести смартфон И его можно будет спокойно привезти в Россию Просто заказать на своем сайте А еще, как я понимаю, там кроме двух физических моделей У тебя также есть китайский вариант с каким-то своим OS, да? Да, тут еще есть некое разделение Есть две версии Android В любом случае это Android Это так называемый ColorOS И CynogenMod с особой своей версией, со своей оболочкой В плоском стиле В стиле, как раз, наверное, больше iOS и iOS 8 И они представляют, естественно, последнюю версию Android Что там, что там То есть это Android 4.4.4 И CynogenMod специально впервые стартовали По сути со своей вот этой вот сборкой Чистым Android То есть это максимально чистый Android Максимально быстрый Android Именно на этом смартфоне Это действительно круто работает И прекрасно себя ощущается Например, в России сейчас Серый рынок у нас присутствует Никуда от него не деться У нас продается CynogenMod ColorOS крайне редко встречается Хотя у них ColorOS идет в основном на свой азиатский рынок То есть внутри Китая У них это популярнее Там хорошо понятно, что это за операционная система Какие апдейты она получает и так далее Ну, по сути, если ты купил, например, с ColorOS Если хочешь CynogenMod То ты все это можешь поменять Да, можешь прям буквально По одной нажатию кнопки В специальном приложении Перепрошить его И получишь Ну, перепрошить это дробный станок Да, да, да Я понял То есть вот этот телефон Который опять же бюджетный Это бюджетный Максимально бюджетный Но в абсолютно топовых характеристиках И сравним со всеми флагманами Присутствующими на рынке Вот Samsung, Sony, LG Ну, и отчасти Да Так это напросить Теперь смотри У нас есть уже Да Уже два девайса У меня в портфеле сейчас Я купил Onyx, да Который ты посоветовал В кармане у меня лежит мой телефон Знаешь, какая проблема у меня будет, скорее всего? У тебя будут они разряжаться Очень быстро, да Да Поговорим о аккумуляторах Потому что Рынок опять же большой Но очень часто Особенно на этом рынке Ты попадаешь на Или ужасные продукты Или продукты Да, то есть вот на тот самый Китай Который фактически No name И качество Не отвечает никаким абсолютно нормам И зарядить даже один раз смартфон Не получается Здесь на самом деле Тоже присутствует Прекрасный игрок Российская компания Perfio Которая позволяет Фактически В реальном времени Зарядить Твое устройство Используя Фактически Топовые характеристики Именно Батарей Которые находятся внутри Это да Это делается в Китае Понятно Это поставляется из Китая Но внутри следует Например, аккумулятор от Самсунга Которые они используют В своих решениях Аналогично И здесь Вполне Приемлемый Демократичный ценник Это порядка 1000 рублей Мы получаем на 7800 мАч Внешний Аккумулятор Powerbank И Сможем зарядить iPad iPhone И любой другой гаджет То есть Будь это читалка Или смартфон При этом Вполне застаемое качество Но при минимальном ценнике Если мы возьмем Опять-таки решение от Самсунга Ну понятно Мы переплачиваем немного за марку Мы переплачиваем за то качество Савода Где это все собирается И так далее Ну и соответственно Мы На выходе Получаем то же самое Но примерно Раза это в 4 дороже Эба Еще Один интересный момент Это то что Как я понимаю Они делают Достаточно интересные Разные Вариации Да Этих батареек Да Вариации совершенно разные То есть Можно За ту же тысячу рублей Купить Powerbank Который будет себе Включать Bluetooth колонку Совмещенную С радио С MP3 плеером И параллельно Там он будет еще Заряжать устройство И фонарик Как любое китайское устройство Без фонарика Но при этом Вполне себе С качественным таким моментом Что он действительно Будет заряжать Он действительно Хотя бы там Раз-полтора Зарядит Ваш смартфон 2600-3000 Миллиампер Аккумулятора Вполне себе Очень даже Очень даже Неплохо А сразу Расскажу секрет Что я с одним Скоро уже поиграю Да Спасибо Так что я точно Узнаю Как это работает Но я конечно доверяю 100% Ваду Поскольку вот Он мне кажется Профессионал в этом деле А смотри И последний Поскольку мы Как бы К этой теме Ты был готов А сейчас я тебе Такой Курвбол Брошу Уникальный гаджет Из любой категории Который Бюджетный И ты думаешь Что вот На сегодняшний день Если бы ты пошел Человек Мог бы его себе Купить И выбрать Подумай Ты через час Столько проходит Гаджетов Знаешь Прямо Совсем уникальным Да С учетом соотношения На рынке За 300 долларов Ничего Невозможно Купить С аналогичными Характеристиками Получить по-настоящему Топовое устройство Да То есть он тебе очень понравился Он очень понравился Да Тогда уникальный гаджет Он Он Да Выговорить не смог Окей Мне кажется что мы закончим на этом Да Еще раз Влад Великим в Geek Спутник Очень рады Будем тебя видеть У нас Конечно теперь с появлением Влада Я надеюсь будут развиваться Многие другие вокруг Geek спутника вещи Ну и сейчас мы попрощаемся Нас еще ждут Здесь на небольшую экскурсию в Mail.ru Вот и все А я улетаю тоже обратно домой в США В России было очень классно Отметил день рождения Так что было очень весело Всем пока И до следующего эпизода Всем пока